Тема 761 – Магазин дешевых продуктов В прошлом году я описала успешный бизнес, где молодой человек организовал магазин просроченных товаров, настолько успешный, что им интересуются даже иностранные граждане. Наши граждане отнеслись к этой идее скептически, хотя интерес есть, потому что не знают, как подтверждать годность уже просроченного товара, хотя, как мне кажется, такая процедура у нас есть. И вот сегодня я встретила пример, как молодая, 20-летняя, предпринимательница тоже организовала подобный магазин. Только ей не приходится тратиться ни на какие экспертизы, потому что у ее товара еще не вышел срок годности. Он просто подходит к концу, и супермаркетам такой товар тоже не нужен. Эта девушка договорилась с крупными супермаркетами, что вместо того, чтобы выбрасывать подобный товар на свалку, они будут отдавать его ей, насколько я поняла, даром. Им это все равно выгодно, потому что девушка сама приедет и все заберет, не нужно снаряжать свой транспорт и везти продукты на свалку. Девушка же везет залежалый товар в свой магазин и продает его там по минимальной цене, по 25 пенсов, к примеру. 25 пенсов по-нашему, это примерно 24 рубля. Все товары в ее магазине примерно столько и стоят, поэтому ей в пору назвать свой магазин, все по 25 пенсов, или, магазин дешевых товаров. И у нее раскупают весь товар в течение недели. Ее бизнес пошел настолько успешно, что уже через несколько месяцев после его начала, первый магазин она открыла в июне 2015 года в родном городе Ньюквей, 20 тысяч жителей, она открыла уже второй магазин, в марте 2016 года в соседнем городе Сейнт-Ост-Элл, 35 тысяч жителей, и готова создать сеть своих магазинов по всей Великобритании. Летом этого года она планирует открыть свои магазины еще в двух городах, а затем начнет разрабатывать и предлагать франшизу. Она продает не только консервы и напитки, но и также мясо, молоко, крупы, коршечий корм и даже краску для волос. Если бы у нас были подобные магазины, может быть, где-то. Уже есть, их тоже ждал бы подобный успех, особенно в сегодняшнее непростое время. Да и раньше, тоже. Потому что люди всегда стремятся туда, где дешевле. Тем более, что везде продается практически одно и то же, тот же самый хлеб, то же самое молоко. У нас и сейчас существует разброс в ценах, даже на хлеб, и пенсионеры, и не только они, сноют между магазинами, чтобы купить там, где дешевле. Почему супермаркетам не нужен залежалый товар? Потому что он мешает продавать остальной товар. Люди сегодня не дураки и понимают, что вчерашнее молоко стоимостью 40 рублей много лучше того же молока недельной давности, которое стоит тоже 40 рублей, и берет с полки то молоко, что посвежее. Несмотря на хитрость. Администрация магазина, которая на первые ряды полок выставляет более старые пакеты, поворачивая их к покупателю той стороной, где не видно даты изготовления, или срок годности. Часть людей, в основном, мужчины, может и схватить тот товар, что стоит ближе, то есть старый. Но дотошные покупатели сначала найдут пакеты и баночки с более свежей датой выпуска и возьмут именно их. А так как умных людей с кризисом становится все больше, скоро супермаркетам придется решать проблему залежалости. А избавляться от просрочки им так или иначе придется. Я специально наблюдаю за некоторыми сетевыми магазинами, просрочки в них практически нет, убирают если и не сразу, но убирают. Значит, держать просроченный товар им очень невыгодно. Почему бы супермаркетам самим не продавать залежалые продукты по более низкой цене? Раньше я продвигал идею, чтобы сами магазины снижали цены на залежалый товар, например, на вчерашний хлеб. Но теперь понимаю, что для магазинов это не выход. Люди, увидев более дешевый хлеб, к примеру, будут покупать именно его. А в это время свежий хлеб будет стареть. И завтра его нужно будет продавать опять же по сниженной цене. В результате весь хлеб будет продаваться по заниженной цене, что магазину, конечно же, невыгодно. Либо это связано со спецификой работы этих магазинов. Либо они просто не хотят суетиться из-за каких-то копеек. Что для супермаркета, копейки, для начинающего. Предпринимателя, хорошая прибыль, с миру по нитке, голому рубашка. Если один предприниматель заключит договоренность с десятком супермаркетов, он может легко и быстро наполнить свой магазин полноценными товарами и в итоге его прибыль выглядит более значительной. Тонкости бизнеса. Английская девушка-предприниматель принимает на реализацию не только залежалый товар, но и тот, у которого всего лишь подпорчена упаковка, от таких товаров супермаркеты тоже избавляются. Администрация супермаркетов сама ей звонит, когда сроки годности на те или иные товары подходят к концу. Когда девушка узнает, что за товар, она решает, что возьмет его. И тогда супермаркет ей этот товар откладывает. Предпринимательница снаряжает свой фургон и едет забирать залежавшийся товар. Как говорит предпринимательница, товары для своих магазинов она возит из дальних городов, Бристаля, 200 километров, и Экситера, 100 километров, потому что местные супермаркеты не хотят с ней сотрудничать, видимо, боятся, что все их покупатели рянутся к ней. На карте ниже красным цветом подчеркнуты города, где молодая предпринимательница уже открыла свои магазины. Фиолетовыми стрелочками показаны направления ее движения в города Экситер и Бристоль, куда она ездит за товаром. Зато местные жители, сходив в соседний магазин, возвращаются к ней и готовы стоять в очереди, чтобы купить товар намного дешевле. А затем благодарят и желают ей процветания. Что делать для начала бизнеса? Первым делом нужно почитать законодательство, правила торговли и товарищ поселок. Узнать, что грозит магазину за продажу просроченных товаров, а также, как влияет на продажу наличие на полках продуктов с истекающим сроком годности. По поводу продажи просроченных товаров нашла статью 14.4. КААП РФ, где штраф для юридических лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Узнайте, как магазин избавляется от просроченного товара, куда его вывозят, во сколько им это обходится. Если после этого вы поймете, что сможете сделать магазину. Выгодное предложение, избавлять его от просрочки с наименьшей головной болью, делайте это предложение. И начните с магазинов, находящихся далеко от предполагаемой новой торговой точки, чтобы они не увидели в вас возможного конкурента. Из тех, у кого на полках никогда просрочка не лежит, то есть это законопослушный магазин, вовремя избавляющийся от залежалого товара. Не думайте, что каждый встречный магазин пойдет вам навстречу. Ищите, предлагайте, ищите дальше. Вам для начала нужно заключить договор хотя бы с одним магазином, потом дела пойдут легче. А дальше, по традиционной схеме, оформление предпринимательства, поиск помещения или места, куда вы. Можете поставить свой торговый павильон. Освоение бухгалтерских процедур и прочее. Всех затрат, оплата аренды и зарплата продавца, поначалу всю бухгалтерию можно вести самому. Товары для продажи будут доставаться вам практически бесплатно, если не считать небольших транспортных расходов. При этом товар в вашем магазине залеживаться не будет, если народ будет знать, что в вашем магазине всегда есть годные продукты по самой дешевой цене, он будет стекаться к вам со всего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова